Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые транспорты и недвижимость? Тогда загляните в группу Кфасмиллеру. Это надежная группа с недорогой и быстрой прокачкой. И доступна она на всех актуальных платформах. На ПК, PS4 и PS5, Xbox One и Serie X и S. А больше вы узнаете по ссылке в описании. И снова здорово, с вами Маркус. У нас началась новая блонсная неделя в GTA Online, о которой я вам сейчас все расскажу. А перед просмотром не забудьте подписаться на мой канал. Я каждую неделю выкладываю ролики о новых скидках и бонусах в игре. Также новостях в мире. GTA Online и еще множество интересного контента. Так что добавляйся, братишка. Не хватает именно тебя. Переходим к бонусной неделе. И транспорт на подиум казино у нас. Dinka RT 3000. Некоторые зрители сейчас воскликнут и скажут, что данный транспорт у нас стоял на прошлой неделе. И да, так оно на самом деле и есть. Эта тачка стоит уже вторую неделю подряд. Я примерно понимаю, к чему все это идет. И если вы поняли, о чем я догадался, то напишите в комментариях ваши предположения. И тогда еще один вопрос к вам, дорогие зрители. Если вы уже выбили на прошлой неделе Dinka RT 3000, напишите, появилась ли она у вас по новой на этой неделе. Либо же у Rockstar просто ее размазали на две недели и не стали как бы новую машину туда ставить. Ну а так, тачка стоит лям 700 и подходит по большей части для коллекции. Следующий премиальный транспорт в автоклубе LS. Тут уже транспорт поменялся. А стоит Bravada Gauntlet Classic. И чтобы бесплатно забрать на этой неделе, надо три дня подряд приходить в топ-5 в уличных гонках. Но это, на мой взгляд, вообще самое простое задание из всех. Потому что уличные гонки запускаются от двух человек. А тут аж топ-5 надо занять. Так что это довольно-таки просто. И с учетом того, что максимум в уличных гонках 8 человек. Так что задание простое, да и тачка, в принципе, стоящая этого задания. Ну а бесплатно на этой неделе вы сможете прокатиться на Pegasi Tempesta, Pegasi Zantorna и Pegasi Ignus. На эти все три тачки имеются скидки на этой неделе. Так что можно покататься и решить, какая вам машина больше подходит и прикупить ее по скидке. Также на этой неделе бесплатно раздается байк Sovereign и также парашют США. Так как у нас скоро 4 июля и вот Rockstar на День Независимости вот такое вот все дело раздают. Также, так как День Независимости у нас разблокировался контент на День Независимости. Одежда, косметика, раскраски для оружия и прочее-прочее подобное. Все, что связано с Днем Независимости. На это все имеется скидка 50%, так что закупайтесь. Потом этот контент, естественно, пропадет из магазинов, но он у вас останется. Ну а мы с вами переходим к скидкам на транспорт. И тут, честно говоря, списочек не такой большой, как хотелось бы увидеть. Все-таки День Независимости как-никак. Скидка 50% на Monster Truck Liberator. Его нынешняя стоимость 371 тысячи баксов. И сразу же скажу, его не получится загнать в какой-нибудь гараж, так как это транспорт Пегасуса. То есть его можно будет вызывать через звонок Пегасус. Далее, скидка 50% на Пегаси Zen Torne. Ее нынешняя стоимость 362 тысячи баксов. И, на мой взгляд, это один из лучших бюджетных суперкаров в игре. Да я думаю, больше тех народу со мной согласится. Следующая скидка 40% на Пегаси Игнус. Ее нынешняя стоимость 1 миллион 659 тысяч баксов. Это, в принципе, неплохой суперкар, при этом всем полноприводный. Далее, скидка 30% на Пегаси Tempest. Ее нынешняя стоимость 930 тысяч баксов. Скидка 30% на буксир. Я не знаю, нахрен он вообще кому нужен, потому что водный транспорт толком в GTA Online у нас не развит. И на буксире вы можете покататься, когда вы будете продавать коробки со своего склада. И последняя скидка, это скидка 30% на кабины к ПКП. Вы можете выбрать любой, либо стоковый за 857 тысяч баксов, либо же немножко подороже за 980 тысяч баксов. В принципе, они толком по характеристикам не отличаются. Это у нас были все скидки на транспорт. Переходим с вами к скидкам на недвижимость. И у нас скидка 40% на все базы. В принципе, я даже не знаю, кто занимается судном нем, с учетом того, что есть Кайперика. Мало вообще народу занимается конкретно судном нем. Это либо ребята, которые хотят получить себе гений преступного мира, который я до сих пор, кстати, так и не получил. Либо же ребята, которые просто хотят пройти эти задания хотя бы ради интереса. И также скидка 40% на ремонт тех самых баз. На мой взгляд, здесь вообще все косметика, потому что ничего толком не работает, кроме жилого помещения. Как обычно, у нас изменились испытания на время и испытания на время на рси, которые мы с вами пройдем завтра. Ну а мы с вами переходим к бонусным выплатам этой недели. И начинаем с двойных выплат денег опыта за миссии от Лестера. В принципе, тут все просто. Заходите в задание, ищите просто задание с двойными выплатами и проходите. Следующий, тройные выплаты денег опыта за бизнес-схватки. В принципе, будете получать где-то по 30 тысяч за доставленную коробку. Далее, тройные выплаты денег опыта за режим бегущий ремикс. Ну и последняя бонусная выплата, это тройные выплаты денег за сухопутные гонки в честь Дня Независимости. Тут гонки на всяких либераторах и прочем подобном. То есть, чисто рандомные какие-то гонки, которые раскиданы во вкладке гонки. То есть, поищите. По большей части, это связано с обычным транспортом. Но иногда там и на байках можно найти что-то подобное. Но это было все о новой бонусной неделе. Честно говоря, неделя полная херня. Вот, честно, без всякой херни. Потому что и скидок мало. Хотя, День Независимости можно было что-то интересное устроить. И бонусные выплаты такое себе. Так что, неделя, честно, не удалась. Ваши же мнения, дорогие зрители, я обязательно жду в комментариях. Но у меня на этом все. Если ты досмотрел данный ролик до конца, тебе понравилось, и ты узнаешь что-то новое, то обязательно подпишись на мой канал. Не забудь проставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а я с вами прощаюсь. И удаляюсь. Субтитры сделал DimaTorzok